Тыучки-таучки-пики-пау-пау. Это Иван Дорн. Это Айспик. Изирак. Изирак. У нас менты так надували, да? Изирак. Тут какая-то группа Изирак. Они когда приходили, короче, типа в гражданском на наш концерт, они говорили, мы пришли на концерт, какой концерт? Изирак. И все-таки странно пояс. Понятно. Такой мужик 50-летий. Понятно, кто это, как бы. Зачем он пришел? Я Настя. Я Коля. Вместе мы Айспик. Йоу. Пассажер здесь. Я Петр. Это Кирилл, Гриша и мы группа Пассаж. Это Лакимин. Это Мальбек и Сузанна. Громко, да? Слишком баса много дал, можешь потише говорить. Это Мальбек и Сузанна. Привет, привет, привет. Привет. Это Кедр Ливанский. На нас надета вельветовая одежда. На Жене коричневая рубашка. На Кате... Она вообще бордовая. Ты что, с ума сошел? Она терракотовая, но она не бордовая ни в коем случае. Это ГШ. О, ГШ. 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 Это фильм о том, как менялась русскоязычная музыка на примере семи важных музыкантов. ГШ. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Еще один концерт, уже в клубе «Город», на котором уже была толпа, они за эти полгода превратились в какую-то там суперперспективную группу. Изначально у нас не было там каких-то претенциозных планов, мы просто общались, делали что-то вместе, что-то по кайфу, что нравится, и все. И просто так сложились обстоятельства, так совпали вкусы визуальные и музыкальные. Ни таких слов там от кого-то из нас не было, как там, а ты можешь там со мной фит записать или сделать со мной трек, потому что там прикольно. Это просто, то есть, произошло... Что-то мы затусили так. Что-то мы так затусили, что поженились через время. Через недельку подали заявление. Ну да, вот мы как раз в это время мы подали заявление и набросали равнодушие. Ну равнодушие было... Вот здесь, кстати. Ну это была первая песня, которую мы сделали вместе, по сути. Пришел я однажды как-то, кроме в гости, а там Сюзанна. Ну вообще у меня как бы в школе был маленький такой фанатин, конечно, от Сюзанны. Х-фактор, все дела. Какая классная Сюзанна. И вживую, конечно, так более приземленное это оказалось. Но именно какой-то вайб сразу почувствовался. Ну, внес сразу какой-то определенный вайб. И там буквально через пару дней мы, сидя втроем, переработали равнодушие уже с ее голосом. И получился первый... первая ласточка. И как бы она сначала нас очень сильно взорвала, а потом оказалось, что и людям она очень нравится. Я родился в Сибири, а жил в Саратовской области, город Балакова. Вот. И Рома постоянно, то есть, блин, да, хорош тебе там, типа, грустит, приезжай сюда. Ну и в итоге я приехал в Москву и жил какое-то время у ребят. И все это время мы занимались написанием альбома «Новое искусство». Ну, проект начался примерно, когда мы написали трек «Квард». Мы поняли, что это что-то из ряда вон выходящее, и что это не подходит ни под то, что мы до этого делали. И вот с тех пор мучаемся. Как я это помню. Просто у Коли был свой музыкальный проект, и он в рамках этого проекта что-то искал. У меня был свой проект визуальный, в рамках которого я искала и пробовала тоже там с музыкой и со своими девочками что-то делать. И мы просто пришли к какой-то такой точке оба, что нам захотелось чего-то нового. И мы как-то это органично соединили, просто попробовали. И именно на этом треке просто получилось, что мы услышали, что вот, типа, вот здесь мы можем вместе что-то делать. В 11 классе я придумал этот никнейм, как Локмин, закрытое значение. Что-то просто оно у меня в голове висело. Раньше я по другим никам там писал биты. Амиоз. Вот. Ничего там серьезного особо не было. Потом, ну, захотел писать электронику. Сделал первый релиз. Абсолютно не стрельнувшую, но что забавно, он попал в журнал «Все звезды» или куда-то еще, блядь. Что странно. Или «Хэллоу», или какие там еще есть вот такие. «The First Man's Lie» там была очень дешевая электроника, но угарная по подходу уже тогда. Я писал просто электронику порядка лет четырех. Потом понял то, что я не могу свои мысли доносить при помощи музыки, и, ну, Локмину нужно обрести голос. И поэтому стал исполнителем. В Роме мне нравится то, что у него есть четкие цели в том, что он делает. Если он их себе кстаит, значит, он добивается. Вот. Мне нравилось просто помогать ему преодолевать какие-то там вопросы и трудности в том, чтобы он постепенно-постепенно, маленькими шажками или там большими, мы достигали того, что хотели. Моя музыкальная история началась с участия в панк-группе, которая называлась «Хесбургер». Мне на тот период было, по-моему, лет 18. И я там пела, и парни играли. Имели какой-то такой успех в этой своей среде. Ездили даже в тур на минивене. Дико бухали в тот период и угорали. Да, и это закончилось, но просто потому, что я почувствовала, что, ну, мне хватило угара. Я оказалась в другой тусовке. Ребята, которые увлекались электронной музыкой, и меня тоже втянуло в эту среду. Вот. Мы ходили там на тот период много в стрелку. Там были всякие классные привозы, всяких джук, там, исполнителей, диджей Роша, Дина Бланта привозили. Я начала фнатеть, в общем-то, от этой музыки. И начала много диггерить, читала там мус-просвет, изучала историю электронной музыки. Вот. И в тот же период мы все начали проводить время в таком духе, что мы собирались где-то на квартире или на даче. Пили пиво, грубо говоря, и просто джемили какой-то музон. Кто-то на чем-то играл, мы записывали это на диктофон. Да, и часть ребят — это вот сейчас лейбл «Гоззвук», который очень котируется, в том числе за рубежом. И мы как-то просто в какой-то момент сепарировались, и каждый ушел в свой проект. Ну и все как-то вот так пошло. И я сделал свой маленький пабличек в ВК. Также сделал страницу на Саундклауде. И туда залила где-то у меня на тот момент было четыре песни. Англоязычный период, можно так его назвать, да. И он был не только у нас, а у многих других. И кто-то с ним справился и отринул эти предрассудки. А кто-то до сих пор мучается. Что? Ну я мучился, когда текст описал. Мне было тяжело. Записываешь песню, а потом оказывается, что тут ошибка, там ошибка. Но вообще это все такая была бессмыслица, что даже вспоминать не хочется. Но музыка была классная. Да ладно, но Ace of Base была куча ошибок, и это самое классное. Ace of Base. Именно на них мы равнялись. А все думали, нас они пьют. Долгое время просто группа была очень, не сказать, что в каком-то диктаторском режиме, но типа очень жесткие мы рамки сами себе поставили, шаг в право, шаг влево. Какой-то жанр себе задали с самого начала. И нам стало тупо тесно. Я человек, который любит придуриваться и считаю, что в музыке нужно в том числе и веселиться. На серьезных щах делать что-то, как бы это реально безумие. А то, что мы стали гэша, то, что мы стали писать на русском, это тоже был довольно естественный переход. Скорее было так, что как бы Женя задолбался писать песни на английском, а умел писать на русском, потому что провел какое-то время в группе НРКТК. Все очень плохо. Во-первых, где мои деньги? Я пытался сначала этот опыт применять напрямую. Ой, первые тексты, это про краскошмар. Мы недавно с Егором вспоминали тексты песни «Фейк». И мы просто шли по улице, пришлось присесть, потому что мы смеялись до слез. Думали, блин, это реально. Женек сочинил, а мне было хуже всего, потому что как бы я это еще и спела. Где-то в сети это существует. Что поделать, раз ты фейк, смерть тацует нижний брейк. Для тебя, мой друг. А для тебя, козел. А для тебя, козел. И твоих друзей. Мы сдадим тебя в музей. Плазься в ад и забери туда свой зарп. Там с каждой строчкой, мы просто с Егором с трудом вспоминали. И с каждой строчкой все было хуже и хуже. И под конец просто мы плакали от смех. Но, собственно, когда мы поняли, что музыка совсем отличается от того, что мы делали до этого, и решили, что странно будет оставлять старое название. И решили, что как бы просто тупо сократим. Конечно, когда произошло вот это перерождение из Генши к Генши, я был дико рад. Потому что для меня это, ну, в общем, как практически любая история, когда англоязычная группа переходит на русский язык, для меня это всегда такое подтверждение всего того, о чем я писал в эти 10 лет. Что надо копать свои корни. Что это интереснее и важнее, и в каком-то смысле полезнее, чем существовать в каком-то таком аморфном, глобальном культурном пространстве. Как бы осваивать свое, в котором еще много всего неосвоенного. Ну и, собственно, мне кажется, как бы сейчас они все на своем каком-то творческом пике. И Женя, и Катя, и, собственно, Егор Сарсян тоже прекрасный басист. Вообще, как бы ритм секса довольно важна для этой группы. Но Женя с Катей мне как бы страшно нравятся на самом деле их другие проекты. Это Кейт Эн Ви, по-моему, один из лучших альбомов прошлого года. Как бы очень классный такой парафраз минимализма в какой-то вот новой культурной среде и немножко с экскурсом в русскую, как бы в русскую, советскую какую-то, да, там, традицию культурную. Ну и Интурист тоже, как бы, абсолютно прекрасная история. Вот, собственно, Интурист, примерно, мое любимое выступление на фестивале «Боль». Глава первая, из которой зрители узнают, как герои и героини фильма добились первых успехов. Успеха, ты выходишь из дома, у тебя роса, березки, сосенки. Ну, вообще, про успех — это такое сложное понятие в том плане, что ты как-то добиваешься какого-чего-то, какого-то маленького успеха, и уже в этот же момент он для тебя бесценивается, и тебе хочется чего-то еще. Все, что мы делаем, это такой бесконечный процесс роста, мы просто развиваемся, это просто такая большая бесконечная метаморфоза. И мы, нас как личности, и нашего проекта, и нет каких-то вот таких вот точек, от которых мы могли бы отталкиваться и говорить о том, что вот здесь вот произошло что-то невероятное, и вот успех пришел. Я не воспринимаю «Айспик» как электронную группу. То есть, конечно, в музыкальном плане электронный артист, но это что-то большее, что-то на пересечении, что-то интереснее, чем просто группа с рейвухи. Мне тут особо гордиться нечем, потому что группа «Айспик» появилась на моем радаре очень поздно. Узнал я про группу «Айспик» только где-то, наверное, летом 18-го года, благодаря их видеоклипам. У них был клип под названием «Грустная сука». И вот это вот было первое, что я увидел, и мне это очень понравилось. В общем-то, это был такой практически видео-арт и с довольно симпатичной музыкой. Ну и второй мой заход на «Айспик» состоялся уже осенью 18-го года, когда, собственно, вышел клип «Смерти больше нет». И когда начались все эти скандалы с этим адским туром, с отменами концертов где-то в Сибири, в Поволжье и так далее, в общем, начала развертываться такая красивая история молодежного протеста музыкального. Ну вот, скажем, очень мною тоже любимая группа порнофильмы. У них просто такой конкретный полит-рок. У «Айспик», конечно, у них лирика совершенно не такого прямого действия. Вот она скорее ассоциативная, она скорее повествует не о конкретной политической повестке дня, а в большей степени каком-то настроении, о каком-то ощущении современных молодых людей, которые живут в сегодняшней вот этой, к сожалению, путинской России. И, в общем-то, чувствуют себя абсолютно-абсолютно не в своей тарелке. Я думаю, вот момент, когда ты можешь почувствовать себя состоявшимся артистом, это когда твои идолы становятся твоими конкурентами. Я бы не сказал, что на него популярность как-то влияет. Ну, потому что, как бы, в первую очередь для него важна музыка, и важно донести, собственно, за счет своего творчества какие-то мысли людям. Популярность, деньги — это не про Рома. Ну, то есть, как бы, это не срывает ему крышу. Мне не нужно ездить по притонам, доставать его откуда-то. Да, я, на самом деле, про Ром узнал за где-то, за год вообще до знакомства. Мне как раз вот мой сосед, он сказал, слушай, есть рэпер, он делает вещи. Послушай вот этот трек. Мы ехали в метро, дикий шум, и он мне ставит «Милый-милый прадед». Я слушаю этот текст, шумит метро, ни хрена не понятно, что-то про деда, которого он похоронил. И я такой, что у тебя, какой-то сумасшедший дом, кто это будет слушать? Мне просто поразило это, реально, это так странно. А потом уже послушал Рома нормально, и мне дико понравилось. Это правда. Это правда. Это правда, Роман. Были моменты, знаешь, когда я понимал, во-первых, отзывы аудитории, разговоры в интервью, мать, которая говорила, что она гордится мной. Вот такие вещи просто собирались в моей голове и говорили мне о том, что, наверное, я уже достиг какого-то уровня, когда могу себя погладить по голове и сказать, да, молодец. Когда у меня за спиной есть какие-то нетленные вещи, классические для народа, вот. Он, конечно же, вырос в музыкальном плане, он постоянно узнает что-то новое. Это одна из таких вещей, которым он меня научил, не стесняться спрашивать, не стесняться признаваться, что ты чего-то не знаешь. И классно, что как человек его действительно ничего не меняет. Мне кажется, как он был в 2010-2011 году, еще до своей славы, такой он и сейчас, такой же парень, крытый. А вот тот, кем он стал сейчас, это услуга того, что он не побоялся остаться в зоне комфорта. Не побоялся сделать что-то новое, анистициямэнов, опять тех же и бигудей и так далее. То есть он это все поставил на кон, накл, насадил и начал делать что-то другое. Нет, такое ощущение, что прямо мы выстроили вместе, такого не было ощущения. Было ощущение, что хорошо, что что-то получилось. Мы теперь сможем, там, кушать нормально. Нет, покупайте все, и мы сможем покупать мясо. Теперь мы сможем есть мясо. Да, не мы обрадовались тому, что мы вместе, и мы можем... Ну что-то вместе делать, да. И что у нас, типа, есть теперь какие-то деньги. Такое время мы очень странно жили, и очень плохо питались, и занимать родственников деньги было стыдно, но мы это иногда делали. Вот, а потом этот момент прошел, и мы скорее больше ему обрадовались, чем тому, что там мы очень популярны. Если, типа, коротко ответить на этот вопрос, то такие штуки, лично у меня, по крайней мере, они возникают, когда ты не можешь найти логическое объяснение тому, почему там с тобой фоткаются люди, или почему там тебе кто-то пишет. Когда ты не можешь понять, как это произошло, то это похоже на мечту. А когда ты, там, не знаю, потратил очень много усилий, денег, и все такого, и тебе это достается, ты чувствуешь просто справедливость. Ты, типа, просто привыкаешь со временем к этому. Чем больше ты получаешь, тем больше ты, в общем-то, разбалован. Я помню, как там в начале, опять же, десятых, когда мы только там планировали заняться музыкой, в одиннадцатом году, когда мы ходили в солянку и мечтали о всех каких-то вещах, для нас казалось, какие-то вещи, которые мы на сегодняшний день воспринимаем как должное, да, там, для нас это было чем-то, вот, к чему мы. Может быть, когда-нибудь прикоснемся, там, что когда-нибудь мы соберем, мы спорили, соберем мы 500 человек или нет. Вот, у нас был такой спор. Вот, и, типа, всякие, там, журналы, фестивали, интервью, вот это все, съемки. Просто на какой-то момент начинаешь к этому относиться, как к чему-то, ну, повседневному, типа, да. Ирония заключается в том, что, ну, как бы, то, что Петр, будучи сербом, будучи человеком, который даже нет российского паспорта, и русский все-таки его не, изначально не родной язык, является реально главным сонграйтером русской гитарной музыки сейчас. Ну, а когда человек является голосом в колене, конечно, у них все будет, ну, если он, конечно, не провафлит. Да, и при этом он окружен трудоголиком Гришей, что хорошо, и Кириллом, который, ну, действительно музыкальный интеллектуал. Мне бы еще понравилась история того, что они, Петя, Кирилл, они из одной школы, блин, там, чуть не из одного двора. Это такая, знаете, как у там группы Deftones, там, какая-то такая история. Это очень такая здоровая, органичная история. Такие люди, они всю жизнь и могут пройти, потому что они не просто какие-то попутчики на «Жизнь на пути», которые встретились, там, в музыкальном смысле переспали, и их отношения закончились. Как это называется? Кровные братья музыкальные. Ну, я вот абсолютно согласен со Степой Казарьяном, и уж особенно согласен, будучи социологом по образованию, что у нас была демографическая яма, и как только вот эти, как только этот путинский бэби-бум состоялся, и как бы дети подросли, они сразу, ну, во-первых, это же очень технологичное поколение, да, как бы, и им сразу нужен новый контент, они не будут слушать никогда Франка Заппу и Пинк Флойд, это как бы совершенно другой генетики уже какие-то люди. Поэтому, конечно, им нужно то, что происходит здесь сейчас, в этом смысле группа «Пассаж» отличный вариант. Ургант вообще было... Вообще нет. Когда вот Ургант первый раз позвал там к себе кого? Антоху МС, по-моему, потом Альбек, мы думали, ого, ничего себе, меняется ландшафт, типа вот этот мейнстрим, андерграунд, типа пух, К моменту к 2019 году там побывали все, типа в пять раз меньше, в пять раз больше нас, типа кто-то, кто что-то сделал большое в этом году, кто-то не сделал ничего, типа уже настолько это стало обыденным, что когда нас позвали, мы такие думали, а что, ну как думаете, надо, не надо? Был интересный опыт, был классный опыт, было очень интересно побывать, типа я очень вообще, ну мне нравится Ургант как фигура, и вообще Сережа Мудрик, который продюсер, очень классный чувак, который много сделал для многих групп, я сейчас не знаю, типа что нам дал Ургант, я сомневаюсь, что наше появление там что-то дало, это закрыло... Он дал нам обложку, повернутую вверх ногами. Это закрыло какой-то гешталь для наших слушателей? Мне кажется, что на Урганте сыграть, это не то, чтобы прям все, сделал дело. Это просто один из неплохих, моментов, которые можно использовать для промо. Смотрите, у нас вот видос есть. Давайте, давайте гонорар поднимем еще немножечко. Потому что, на самом деле, этим бедным людям нужно забивать чем-то эфир. Ты же не забьешь эфир весь какими-то людьми, которые выступают на первом канале, их просто не хватает. Поэтому приходится смотреть лайнап фестиваля Боль, про который Урган так любит говорить, чтобы все смеялись вокруг. Вот, он играет на фестивале Боль. Такие, ну конечно, где же еще? Ну, в общем, не знаю. Это вот то же самое, как смотри, когда мы выпустили вот этот выпуск, да, фиши видео. Ты больной, блядь? На протяжении нескольких недель или месяца главный комментарий к всем нашим видеозаписям и записям ВКонтакте было, что с соседом. Типа, они набирали больше всего лайков, больше всего, они везде появлялись. У нас была мысль о том, чтобы сделать... Все подходили, когда фоткаться, говорили, что кстати с соседом, типа, это превратилось в какой-то главный мем с группой пассаж, на месяц там или на два. И мы думали, даже была идея сделать, короче, мерч типа с соседом какой-то, потом подумали, что это будет хайпажорство каким-то, решили этого не делать. Ну, классный выпуск получился, сосед заплатил, кстати. Я здесь живу, бля, на пятом этажин, вы саебали уже, саи музыка, ебаный. У меня есть такой момент, это концерт в смене в январе 2016 года, перед тем, как мы собрали записывать второй альбом, на лестнице была давка и люди не могли нормально поместиться, что было супернеожиданностью. Нам пришлось оттянуть время выхода на сцену супернадолго. Я помню, я после концерта подхожу к чуваку, который продает мерч, я спрашиваю, блин, чувак, в смысле, а куда ты делал футболки, почему тут не висит футболка? Он так говорит, а футболок не осталось. Я такой, типа, ооо, 30 футболок, это для меня, мне сказал, чем-то немыслим, что серьезно? Вдруг мне пишет на почту, какой-то чел, типа, из Америки, так, привет, привет, мы, значит, лейбл новый, мы хотим подписать на свой лейбл, вот, а поскольку лейбл был новый, никакой информации еще про него не было нигде. Я подумал, что это какой-то разводилова и сказал, не-не, ребят, вы знаете, я тут на, просто на мейджор, Russian Label издаюсь, мне все в шоколаде, уже спустя время, ну, в итоге я подписалась на этот лейбл, Туэмар, лейбл, да, и очень здорово, что они до меня достучались, просто там, они меня завалили письмами, работаем вместе уже 3 года, и, то есть, они мне много дали, и я им много дала. Походу, я их такой, востребованный артист на лейбле, ну, это к тому, что я их ценю, и они ценят меня. Моя любимая история про Кен Риванский такая, я пару лет назад был в Японии, значит, туристом, осенью 2016 года это была, и, значит, и вот мы гуляем по Токио, я там что-то гуглю, и вижу, что виниловый магазин, думаю, дай зайду, как бы интересно, схожу в магазин винила, явно, что это какой-то один из важных токийских, значит, виниловых магазинов, потому что там, как бы, ну, вот, за прилавком развешены винилы, значит, где там подписаны, например, всеми, например, Fortet, там, XX, ну, как бы, you name it, да, куча модных групп. В самом магазине расставлены хайлайты, да, как бы, что вот у нас сейчас, как бы, классное, да, и вот половина этих хайлайтов, ну, не половина, короче, значительная часть, это были пластинки Баттехна и Кедр Ливанский, и как бы, тут я подумал, что, как бы, да, Россия, вперед, да, вот такая история про, как бы, международный успех, Яна Кедринова. Определенное признание правда глупо, отрицательно. Особенно, когда оно определено очень четко, можно посмотреть эти цифры. Я очень, не знаю, чем измерять признание. Самые радостные показатели у нас на Бендкемпе, когда вот ты смотришь, сколько людей поддержало твой альбом, там вообще все нормально, выглядит хорошо, там люди радуются, скачивают все. Что такое адекватная популярность? Мне очень понятно. И я думаю, что ГШ это, как бы, такой статус, такой арт группы, не в смысле арт группы война, а в смысле, как бы, арт группы в музыкальном поле. И в этом смысле у них все хорошо, и, наверное, и будет хорошо. Будет ли это там сильно расти? Не знаю, не уверен, и не уверен, что ребятам это нужно в этом смысле. Да, как бы, это явно не сюжет про то, что людям, ну, там, собрать олимпийские. Я думаю, что они были бы, конечно, не против, но явно, что они не ставят себе этой целью. Им интересны какие-то поиски, и важно, что эти поиски интересны большому количеству других людей. Я думаю, что у них может быть хорош и довольна, и уже есть, в общем, и будет, я думаю, еще больше экспортная судьба. Да, потому что, ну, вот там, я знаю, что в прошлом, по-моему, году играли на Tallinn Music Week. Когда приехал Саймон Рейнольдс, наш любимый музыкальный журналист британский, и, как бы, он пошел на группу ГШ, естественно, на его Dick of Pearl, потому что группа ГШ, это все, что Саймон Рейнольдс любит в гитарной музыке. Это просто квинтэссенция, там, книжки, rip it up and start again. И в этом смысле, я думаю, что, как бы, людей, которым такой вот звук близок, интересен, и есть еще вот это вот stage presence, и, как бы, и русскость интересная, это довольно может хорошо работать на каких-то западных, там, фестивалях и так далее. А когда про нас Pitchfork писал? Трижды. Ооо. Взобразие. Три, три, трижды. Как это, как трижды номинант, как трижды чай, только я не могу сформулировать. Трижды пить Pitchfork на таки. Блин. Как это, что там повлияло? Как это повлияло на тебя? Никак. Не знаю, чем ты больше занимаешься просто делом своим, тем меньше этого круто. Но ты, нет, ты обращаешь внимание, что про тебя написали там и там, но ты это воспринимаешь, как какие-то, как бы, просто необходимые вещи. для того, чтобы пост сделать сегодня. О, сегодня можно вот эту ссылочку выложить. Я не знаю, всех так работают просто. Женек-то просто бездушный, бездушный сммщик. Нет никакого круто. Есть просто норм или плохо. Ну, успех в случае ГШ, он, ну, я ненавижу слово культовый, да, но, как бы, я думаю, что в каждом городе есть какие-то там коллекционеры-маньяки, которые, как бы, слушают ГШ, прям альбомами. А если говорить про какое-то ощущение того, что что-то наконец-таки стало получаться, ну, это, наверное, да, 15-16 год, когда мы съездили на шоукейсы, то есть, это Таллинн Музик Вик, это Айсланд Эрвейс в Икеавике, это Мэнд, еще был фестиваль в Дании. короче, когда началось какое-то европейское внимание и вот эти какие-то партизанские вылазки, во-первых, они стали чаще, да, во-вторых, стало понятно, что мы ездили не зря, что за одной поездкой следует другая, что нас приглашают какие-то уже билетные истории, как бы там, туровые, то есть, какая-то динамика запросов есть, а в случае Кати, это случилось тоже примерно одновременно, потому что у меня вышел альбом, сначала один, потом второй, за рубежом, и начались туры и по Штатам, и по Японии, и все на свете. Собственно, такая важная еще история, что в Исландии мы же снимались на KXP, вот, и там как раз такая тоже немножко бутиковая аудитория, потому что все знают KXP, специально набиваются в этот барчик, где проходят съемки и трансляции, вот, там было, собственно, максимально приятно играть, потому что это, собственно, радиостанция из Сиэтла, и все парни прошарены, и специально нас как бы там позвали. На самом деле для хорошего музыканта ощущение успеха всегда сопряжено с тем, что ему приходится работать в 20 раз больше, ну, то есть, как бы успех, это все-таки спрос на тебя, значит, ты будешь меньше спать, будешь больше сочинять, вот это все. Ну, KXP всяко как-то покруче, наверное, будет, чем у Исландии. Да, кстати, на самом деле очень смешно, что многие люди о нас узнали через KXP. Не, не в России. В России тоже и возненавидение. О, да, наверное, да. Глава вторая, в которой музыканты рассказывают о взаимоотношениях с фанатами и хейтерами. Я очень хреново воспринимаю похвалу. Не могу я адекватно воспринимать, то есть, у меня есть свои стандарты. Я же не могу вот каждого человека, который мне пишет что-то позитивное, вот посадить напротив себя и спросить, так, ну хорошо, парниша, кого ты слушал? Мы еще в Томске познакомились в 2010-11, где-то так. Жили 4 года вместе, но мы ни разу не ругали за все время, что знакомый это, наверное, единственный человек, с кем вообще никогда не было никаких конфликтов. За исключением каких-то там пьяных дел. Один раз было, Рома такой говорит, я тебе сейчас палец выверну. Я такой, давай, Рома. Я, ну ладно. И вот, критику музыкант, я думаю, может объективно в основном только от музыкантов того же уровня или выше. То есть, типа, хочешь стать лучшим игроком, играя с более сильными игроками. Ну, мне много пишут в директ, люди мало пишут там в комментариях откровенных историй, а потом слышу, допустим, была история в туре, когда парень мне рассказал то, что он очень боится, он там бисексуал, вот он опасается этого. Или девушка мне подходит и рассказывает, вот песня у меня болемная в абьюзе. И вот она мне рассказывает, ее вот так вот трясет, он говорит, спасибо после там болемной, меня отпустило. И как я могу потом читать, блядь, комменты, типа, у тебя тексты без грамм, иди нахуй. Ну, типа, ты кто, блядь? Ты кто? Давай расскажи мне, что автотюн на высоких частотах голос выравнивает. Ну, Рома довольно резкий, молодой человек, горячий, но, как бы, все можно понять и простить, потому что не все мы железные и у всех бывают срывы и так далее. Это вполне себе нормально, тем более в такой атмосфере, ну, как бы, это довольно агрессивная атмосфера, вся эта музыкальная индустрия, все это творчество, потому что рынок постоянно сейчас меняется и очень сложно держать голову на месте. Я стараюсь быть максимально откровенен в этом, потому что я понимаю, что, может быть, у артиста очень много лести, в принципе, в реплае, в комментариях, потому что люди подчас могут не разбираться в том, что они тебе говорят. Но они скажут тебе молодец, а кто тебе скажет, что молодец? Человек, который в своей жизни слушал группу Любе и Лепса, ну, мне кажется, это недостаточно объективное мнение. Короче, то, что мемы произвожу, это закономерно, потому что мемы, в принципе, пошутить можно над чем-то, что имеет какую-либо позицию. То есть, то, что можно подвергнуть критике, высмеи, и тому подобное, нельзя высмеять пустой образ. Если ты ничего не говоришь, как можно начать тебя шутить? То, что ты не мой, ну, охуеть, эта шутка сработает два раза, три раза, а потом что? Вот. Поэтому, ну, так выходит. Но мемы делают именно ребята, которые активно принимают участие в жизни Лакимина. Я нанял 10 человек, чтобы они делали про меня мемы, как в Black Star, блядь, нет. Просто ребята угорают и что-то делают. Любой успех, то его соотечественника воспринимается как личное оскорбление всегда. Ну, очень многих. Потому что все, вот, мне кажется, что самые злобные комментарии именно от тех, кто занимается музыкой. Да, они всегда могут думать, что кто-то больше достоин, чем ты, и так далее. Да, потому что русские музыканты, они уже сразу родились вообще в полном обломе, где ты только начал, уже пора заканчивать. Потому что никаких условий для твоего успешного существования в музыке нет. Если только ты не забьешь на все это и начнешь заниматься просто делом, а не раскручиванием. Я помню, меня девочка напугала просто, хочется сказать, да усерачки даже. Я не ожидала, что человек может настолько фанатично относиться ко мне и к моей личности творческой. Это была девочка, которая весь концерт пыталась пробраться к сцене, чтобы меня потрогать. Встретила меня после концерта, вцепилась в меня в руки, начала говорить, я тебя очень люблю, ты единственная, кого я люблю на этой планете. Я так же причесываюсь, я так же крашусь, я стараюсь вести себя так же, как ты. Я тебя, правда, очень люблю, но напиши мне, я там тебе оставила много комментариев в ВК, и вообще, я пишу тебе каждый день в Инстаграме, просто знай, что нет человека на этой земле, который любит тебя больше, чем я. в Инстаграме. И она мне это все говорит, я говорю, да, и так кажусь просто на Софию, на менеджеру нашего, типа, подойди, пожалуйста, потому что, но она не отпускала меня. В основном, да, мне кажется, снова у нас публика такая, не которая дико фанатеет и там пытается каким-то образом тебя досаждать, а скорее пишет какие-то очень вменяемые, длинные комментарии, либо в личку в Инстаграме, какие-то вещи, которые просто приятно читать. Да я блокирую настолько часто, что я не знаю, я там в этих темницах тысячи людей. Наверное, тысячи четыре у меня в черном списке людей, всяких, у которых большие проблемы с восприятием и которые прям с негативом приходят. Мне в личку редко пишут гадости, ну, только вот я на всякий комментарий на Ютубе, ну, типа. На Ютубе там нет смысла. Последняя гадость, которую мне написали, это вот Гондон, типа, сегодня, я думаю, ну, окей, одного человека заблокировал. Так мне раз в неделю пишут. Ну, у меня был такой шквал в связи с моими предпочтениями бодипозитив и все остальное. Какое-то время мне писали каждый день люди тысячами, сотнями, причем разные унизительные некрасивые вещи. Но это прошло, как только я продепилировала зоны под руками, вот, я поняла, что, конечно, отношения с людьми очень легко строить. На самом-то деле. То есть, все очень просто. На самом-то деле дичи не очень много. Кстати, нам пишут, вообще почти не пишут. Даже после пропаганды Михалкова. А вот ребята, которые пляшут под этот клип, они смысл его понимают? Прямо такого хейта жесткого не появлялось. И гадостей тоже особо нет. Но поддержка как раз-таки колоссальная была во время нашего тура. Собственно, почему у нас, мне кажется, находились вообще силы и энергии все это продолжать. Потому что нас везде очень ждали, нам писали постоянно то, что это несправедливо, то, что с вами происходит, что мы придем на ваши концерты. И они приходили на концерт, и мы видели, что мы как бы не одни. И ребята приходили на концерт, заведомо зная, что его будут отменять, заведомо зная, что будут проблемы, что будут менты. Как нам могло быть страшно, если мы видели людей, которые реально приходили, им было не страшно прийти? Ну да, когда это какие-то 18-летние ребята, ты на них смотришь, типа, ну, типа, если им не стрёмно, то почему мне должно быть стрёмно? На самом деле, реально дельных комментариев, написанных не от балды, а серьезно, очень мало всегда. Есть два факта, смотри. Первый факт в том, что люди умные, думающие, образованные, как правило, просто не пишут комментариев. Умные, думающие люди, они слишком тактичны, чтобы написать тебе лично, либо в комментариях, поэтому они ставляют свое мнение при себе. Факт номер два. Несмотря на осознание факта номер один, ты все равно читаешь комментарии, и ты видишь, как, типа, какой-то Вася Васькин, типа, супернеграмотным языком сказал о том, что, типа, ты плохой, твоя музыка плоха, и все плохое, и совершенно никак это не обосновав. И ты все равно, типа, эту мысль начинаешь всерьез как-то обдумывать и воспринимать на свой счет. Единственное, одни из немногих разговоров, которые случаются там с поклонниками, где-то тебя либо доебались по делу, и тебе интересно выслушать, ты задумаешься, либо тебе, наоборот, сказали комплимент, но такое, которое тебя тронуло, это вот после концерта выйти покурить куда-то. Причем не в Москве, потому что в Москве не выйдешь после концерта покурить, а вот где-нибудь в условного ФИА, вот там такие вещи регулярно происходят. Мне практически не пишут ВКонтакте по сравнению с тем, сколько мне писали в 2014 году. В 2014 году мне просто писали, типа, там, по 50 человек в день, там, по 100 человек. Сейчас мне пишут гораздо меньше людей, хотя, типа, я там, ну, в разы, наверное, более, там, медийная личность, или как сказать, ну, гораздо больше у меня, там, не знаю, масштаб, охват, чем 5 лет назад. Просто люди думают, что, типа, наверное, я, типа, это не замечу, 100%. Хотя, когда мне пишет кто-то, что-то интересное, я всегда отвечаю. Дистанция появляется. И, типа, мне кажется... Зря ты это сейчас сказал. Мне в основном, конечно, запоминаются комментарии, которые тешат моё тщеславие. Звучат в основном так, что Иван Дорн один из немногих, кто достоин внимания в нашей музыкальной индустрии. Мне нравятся комментарии, которые более глубоко трактуют моё творчество в целом, которые раскладывают это по слоям. Там комментарии о том, что раньше было лучше. Они бывают после каждого моего альбома, после каждого выхода, да. Они преследуют, в принципе, мои соцсети всё время. Так что я к этому привык. Мне кажется, я бы чувствовал себя немного некомфортно, если бы их не было. Если вспоминать какую-нибудь историю ленинградского рок-клуба, да, ну, просто это время до интернет, но в те же времена всё было так же, на самом деле. Вот в среде таких музыкантов, в конце 80-х, например, я думаю, ты мог идти на концерт БГ, а потом бухать с ним на кухне где-нибудь у кого-то в гостях. Ну, у меня просто такой стиль и по жизни, поэтому я ему не иду наперекор в своих пабликах. Но ведь для этого есть паблик, у меня закрыты личные сообщения. В своём паблике я готова давать время ребятам и девчонкам, но всё-таки мой private space, он как бы туда нужно достучаться. Крутость Кедра Ливански в том, что она в каком-то роде объединяет бессознательные музыки. Музыки, в которых важнее какая-то коммунальность и телесность общая, чем мелодия, смысл какой-то проговоренной, вербальность. Потому что и техно — это история про коллективный опыт, как бы в первую очередь, про музыку, которая, в общем, скорее функциональна, чем несёт смысл, хотя она, безусловно, несёт смысл. И фолк как бы в каком-то народном, это ритуальная музыка, в большом счёте. Это и другое музыка для ритуала, просто одно как бы для сельского, а другое для городского, если угодно. Это уж есть совсем огрублять. И мне кажется, что как бы вот в Кедр-Ливанске много вот этого такого совмещения. Нет, конечно, это не прямой там. То есть это не группа Иван Купала ни в коем роде. Это скорее на каком-то таком более, не знаю, общеэстетическом уровне, каких-то таких общих рифм и ритмов, если угодно. Это сухая техноэнергетика как бы аналоговая. И вот это вот какое-то что-то такое дымное, певучее, летучее и вечное, какая-то бесприютная народная душа, которая над всем этим летает. Ищет любви и чего-то такого. Глава третья, в которой обсуждается вопрос о важности экспериментов в музыке. Я, честно говоря, не боюсь того, что публика может не воспринять эксперименты. Я боюсь иногда за то, насколько я правильно иду. Насколько я в этом уверен на себя чувствую. Насколько это действительно стоящий эксперимент. Критерии полезность, релевантность, резонанс внутри меня самого. Но, наверное, все равно это реакция публики в том числе. И то, насколько она вообще может способна воспринимать. Еще натуральность меня, органичность в этом эксперименте меня самого. Порой приходится себя ломать. И ты думаешь, а насколько вообще органичен этот слом внутренний. То, что он как бы произошел, да, хорошо, но насколько это все естественно для тебя самого. Насколько это приближает тебя к твоей большой цели. На самом деле, Ваня, Иван очень вдохновляющий и вдохновленный, и горящий. Но он не боится экспериментировать во всех его последних релизах в этом весь Ваня. Ваня недавно сходил на Эльбрус, в этом весь Ваня. Он просто решил пойти в горы и пошел, и взгромоздился на Эльбрус. Он не боится экспериментировать и писать музыку с новыми артистами. Ворваться в любой движ. Это Ваня. А я вообще офигел, если честно. Я когда, мы поехали в Америку, начали там, а давай это, а давай то, а давай, о, прикольно, а что ты только что сыграл, давай запишем. Записали это, потом начинаем развивать. Ну вот так, когда оно все быстро происходит. Мне кажется, что мы как раз стали наоборот более спокойно относиться, то есть понимаю, что определенный клип мы выпутили за домами, там меньше просмотров он набирает. Что-то набирает больше просмотров. Мы там выпустили альбом Reptile End, который не зашел на широкие массы, но зато дал нам какое-то, мне кажется, приятное ощущение того, что мы можем делать, в общем-то, все, что захотим. И мы делаем полностью ту музыку, которая нравится именно нам, и люди именно из сообщества, из комьюнити, какие-то популярные, важные, они в принципе оценили это. Ну, то есть этот альбом дал нам уважение. Для них важно, короче, принимать участие в написании музыки, если, кстати, вот это разница, наверное, с некоторыми другими артистами, которые предпочитают наблюдать просто, как что-то происходит, впоследствии забрать и дома где-то спокойненько сидеть и самим собой это создавать дальше. А с ними, наоборот, им нравится вот именно процесс. В этом плане, что Рома, что Сюзанна довольно интересны. Интересны, потому что они понимают, что они хотят, хоть и не всегда могут это донести, но они прям сложившиеся артисты в этом плане. В плане творчества вот ребята пишут не мне, а вообще людям, на счет того, что я списался. Вот мне интересно, вот люди пишут такие комментарии командам, которые играют там по 10 лет, 30 лет, Металлике пишут. А что вы это? Металлика постоянно меняла, блядь, стили в альбомах, именно чтобы, блядь, не исписаться. А когда человек видит, что я списываюсь, пишут, ебать, вот мне интересно, просто тебе скажут, вот у тебя 6 цветов ниток, пожалуйста, сделай мне вот комбинации бесконечной множественной. Эту тему очень хорошо описал Ларс фон Триер в «Дом, который построил Джек» насчет материалов. Материалы хрупкие и неблагонадежные, нужно их искать новые. Всегда, когда ты делаешь какое-то новое творчество, человеку нужен перерыв. Это не сраный конвейер. Он конвейер в случае, если это там продюсерский проект, где работает 20 сонграйтеров, 20 битмейкеров, пиар-менеджер, стилист и так далее. Тогда можно человеку сказать, сделай то, 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 то он сделает, потому что он исполнитель какой-то задачи. А когда человек делает свое творчество сам, нужно время на перезагрузку, естественно. Единственная причина, как сказал Тумвей в свое время писать новые песни, это потому что ты устаешь от старых. Когда я писал музыку, я просто писал то, чего мне не хватало послушать у других людей. В принципе, по сей день происходит так же. И когда я там пишу песни, я четко понимаю, что их кто-то не поймет, а у меня нет цели, что их кто-то там все поняли. Если тебя это не касается, эта песня, ну нахуй она тебе нужна? Я не собираюсь делать типа песни, которые будут нравиться всем. Зачем? Они не будут нравиться всем никогда. К этому можешь стремиться, если ты популярный артист. И вот опять-таки продюсерский проект. Ты просто делаешь то, что продастся опять-таки. Глава четвертая, в которой поднимается вопрос о финансовой стороне творчества. Мы успешно можем со стриминга какие-то свои ходовые расходы группы оплачивать. Жить со стримингом, конечно, мы не можем. Но при этом есть там типа исполнители других жанров, других масштабов, которые могут там с двух песен спокойно жить со стримингом. Так что, к сожалению, вся продажность, в которой нас обвиняют, там типа и коммерческие стремления, и вот это все, что мы продались. Есть, ну люди же, до сих пор есть люди, которые думают, что типа людям платят за то, что они выступают на вечернем урганте. Меня раз десять спросили, типа вам заплатили же, да? Хотя, кстати, когда? Типа да, думаю, что любое твое какое-то публичное действие, оно оплачено там. Собирайк онлайн. На самом деле у нас появляется сейчас какая-то такая индустрия, как раз мы застали ее появление. И действительно можно жить на заработанные деньги, не работать на другой какой-то работе. И, в общем, это главное. А остальное, мне кажется, уже как бы каждый по своим потребностям может оценивать. Мы жили на свои концерты и на музыку даже тогда, когда это было почти невозможно. Конечно, ели гречку. Когда у нас просто не было денег, мы жрали гречку. Это к тому, что тут не очень важна сумма, важно отношение к этому. Ну, вот у нас был такой вариант, мы просто отбросили все планы Б, В, Г и решили заниматься только музыкой. Но сейчас стало попроще в этом плане. Короче, сейчас гречки появилась еще и подлива с мистцом. Писал музло различных хоббиты, электронщины и так далее. Продавал я только в Москву, когда переехал. Не, вот дома, в 16-м году начал продавать, и в 15-м было дело. Но до этого, когда я начинал, у меня не было цели этим зарабатывать. Ну, типа изначально, когда ты творчество ставишь как инструмент заработка для себя, то творчество в ядре своем перестает быть таковым, потому что ты становишься ремесленником, выполняешь заказ, выполняешь потребности спроса потребителя. То есть именно личного, такого первородного творчества в ядре своем уже нету в таком случае. Поэтому это так, самое лишнее там, что было, я просто и продавал. Потом забил, потому что начал зарабатывать на стриминге и выступлениях, и все. Теперь не продаю. Глава пятая, в которой обсуждается значимость климинга. Клипы, которые можно делать как короткометражное кино, позволяют дополнять историю. То, что это привлекает внимание, является инфоповодом и можно использовать как рекламу концертов, конечно, но это не та причина, по которой этот клип делается. Я общался же с клипмейкерами, знаю, как многие артисты работают. То есть они приходят на съемку, просто говорят, встань здесь, потанцуй там. Быть дауном. Мы у нас сидели с рощем, серф кофе, думали, что бы нам снять. И, короче, начали это разворачивать и подумали, что, блин, там столько можно благодаря Большому Любовске обыграть в плане состояния на тот момент рэп-игры, что в итоге это дошло до фильма. Ну, сама идея по себе как бы снять довольно-таки, сколько у нас там, 12 минут клип идет, да? Краткометражный клип с сюжетом, с какими-то камео, с какими-то там локальными мемами, которые понимают очень малая группа лиц и при этом типа выпускать в медиапространство как бы, ну, довольно рисково было, потому что не все же поймут, почему отсылки куда и так далее. Я думаю, блядь, поугараю, позвоню-ка я Мирону. Звоню Мирону, Мирон говорит, вам никто. Это охуенно, это вам никто никогда не даст деньги на эту хуйню. Не может быть такого, пацан, не может. В итоге МТС дает бабки. Но это причем, типа, Миронович помог, тоже сконтачится и вся фигня. Ну, после как раз-таки они снимали типа Фата Моргану. Вот, вместе со способом МТС у них оставались там контакты. В итоге сняли, я там, в принципе, высказал и реализовал все, что я хотел в рамках этого трека сказать. И получилось достаточно клево и интересно, и, ну, от души. У Ромы есть как бы четкие цели, четкое понимание того, что он хочет делать. Он как бы видит, понимает, что нужно делать, как нужно делать, какими способами этого достичь. Поэтому, собственно, так и получается. Ну, типа, на все нужны бабки. И достаточно большие бабки, чтобы это сделать качественно. Можно взять у какого-то там спонсора а-ля алкашки 700 тысяч и снять хуйню. Этого мало. Поэтому, типа, я не хочу штамповать клипы. Ну, что я поскочу перед камерой, что меня перед камерой не видели, что ли? В новой одежде показаться, нахуй, мне это надо. Значит, до того, как я начала учиться в киношколе, я воспринимала кино и музыку как просто какая-то цельная такая колбаса. которая заставляет тебя испытывать те или иные эмоции, сопереживать. Но я не понимала, как это устроено. Ну, когда я пошла в киношколу, я начала врубаться в этот процесс. Просто я этот же принцип переложила на музыку и реально я начала слушать музыку по-другому. Как бы конструкция. Вот сняла клипы Your Name. Это был такой гештальт, который я закрыла, потому что мне всегда интересовала жизнь подростков. Ну, они настолько живые и настолько вот эта физика из них хлещет. ВК клич подняла, типа, ребята, кто хочет сняться в клипе. Вот, и то есть половина ребят из этого клипа, это просто мои какие-то поклонники и подписчики. И повезла их на дачу. И представляете, у меня вот это как детский лагерь реально. Вот эти все дети. Я им покупаю пиво просто день и ночь. И просто мы охрененно провели время. Ну, и для меня также вот это все клипмейкерство. Почему я не снимаю там на каждый клип, там, песню через каждый месяц, да? Для меня это тоже часть, ну, магическая часть, как бы, процесса. То есть это про процесс, а не про результат. Поэтому клипы тоже я не часто пуляю, как и альбом. Тебе не нравится в процессе монтажа это все? Процесс монтажа это всегда очень болезненно. Но мы контролируем просто все. Мы все делаем в наших видеоработах, как бы, сами. За исключением операторской работы, которую мы тоже с недавних пор не контролируем. В смысле, мы ее сами не выполняем, но контролируем тоже. Можно поговорить, например, про клип «На смерти больше нет». Он начался с трека. То есть был готов трек, и появились какие-то идеи. Благодаря тексту, благодаря звучанию, композиции. Ну, мы очень четко представляли, что мы хотим показать, что мы хотим сказать. И то, как мы это реализовали, полностью, в принципе, совпало с нашими ожиданиями. Аудиовизуальный терроризм – это, на самом деле, довольно абстрактное и ироничное понятие, которое мы придумали сразу, как запустили проект. Это было сделано намеренно, потому что в наше время террористом может являться вообще любой человек. И мы просто решили сразу себя провозгласить террористами, чтобы нас никто не провозглашал. И на самом деле мы за время нашего проекта много придумывали разных терминов нам самим. Потому что это все равно люди делают постоянно. Мы просто думали, ну, будем сами, значит, себя как-то называть. И у нас была футуристичная опера, у нас был Russian Horror Hip-Hop. Что у нас еще было? Действительно прикольнее придумывать себе самим ярлыки, особенно, когда они довольно абстрактные, чем оставлять это журналистам, которые, скорее всего, наврут и придумают какой-нибудь... Русский Witch House Dubstep. Вот нам это, конечно, не нужно. И мы сразу думали, снимать на гипнозе или на равнодушие. Но поняли, что на гипнозе нужен более дорогой какой-то претенциозный клип из-за трека. А что равнодушие, это как раз такой народный трек, на который можно суперпростой клип снять. И мы за референсы взяли все клипы там из 90-х. Ну, мы, то есть, собрали вот эти вот луки черные, поехали куда-то в секонд-хенд купить, какие-то там плащи. Я был вот в кожаной куртке, которую Петя купил в Англии, Петер Марточ, купил в Англии, когда там учился, она ему не подошла. Когда он вернулся в Москву, понял, что он выглядит в ней нелепо, а на меня она сразу... А Рома в ней как симпатичный, очень такой лощеный самец выглядит, поэтому это было то, что нужно. Собственно, вот потратили 5000 рублей на клип. И нам все, в принципе, нравится, и одновременно нет. Мне пока что из наших клипов нравится только новый, самый любимый мой клип. Нотики не метаграфичные, я его люблю. Да, я там с голыми сиськами на кровати у него лежу. Бесконечно, навсегда, бесконечно. Потрясающая история. Мы познакомились с Ромой Ворниным, он же Мальбек. Тогда же, когда познакомились с Пассажей, он был человеком, клипмейкером, суперталантливым, который настрогал вот этих вот клипов суперталантливых для Пассаж. И мы с ним очень много общались на эту тему. И в какой-то момент он мне говорит, чувак, я тут проект создаю. Я говорю, серьезно? И ты тоже, и ты запел. Он говорит, ну а что нет-то как бы это? Я говорю, ну давай. А потом он говорит, ну вот послушай. Я такой говорю, ну, Рома, это, конечно, not my cup of tea, но это здорово. Ребят, вы вообще в курсе, что Рома и Петя в одном дворе вообще выросли? Да, да, но это же, я все время думаю об этом. Типа у них над их двором, над их райончиком еще какой-то специальный радиоактивный дождь прошел или что? У нас с вами был там рэп-проект какой-то, мы записывали очень много альбомов. Классу там к 10-11 уже там какая-то получилась дискография даже небольшая. Там какие-то выступления у нас были. Когда ты в какой-то вот среде, где вы друг с другом соревнуетесь, где кто-то чего-то добивается, а потом второй, второй к нему подтягивается. Я видел, как они вчера пиво во дворе пили и на гитаре играли, а вон уже там концерты для 500 человек. Да и типа я все то же самое могу. Ты знаешь, у меня двоякое отношение к клипам. С одной стороны, это хорошее средство подчеркнуть эмоцию или мысль, которую ты хочешь выразить вместе с музыкой. С другой стороны, это стало какой-то необходимостью, потому что без клипов тебе сложно это все разрекламировать и распространить. Этот нюанс меня немножко раздражает, потому что музыка сама по себе как будто перестает существовать, знаешь. в замешательстве пока, не понимаю, как с этим быть. Мне кажется, нужно не везде визуализировать свое музыкальное творчество и давать людям место для воображения, для картинок, для фантазии в своей голове. Глава шестая. Где обсуждаются концерты и феномен солд-аута. Концерты, с которых ты выходишь там, думаешь, что это была катастрофа, очень часто мы выходим, у нас абсолютно разное мнение. Кто-то в восторге, кто-то в бешенстве, кому-то никак. Вообще в Москве самые сложные концерты из-за того, что они реже всего. Чувство ответственности очень большое. В Москве редко мы играем, играем в достаточно большие концерты. Это наш дом, домашняя площадка, всегда завышенные требования у нас, по крайней мере, к самим себе. Вот ты сказал, а стадио? Ну что? Когда стадио? Мы это обсуждали тоже недавно, то, что это какая-то гонка, то больше людей соберет, кто выступит в зале побольше. А точно ли он сделал солд-аут? Мне кажется, он просто продал билеты. Солд-аут это Фотоморганова 2019 года, вообще последних нескольких лет. Потому что, как все работают артисты, в основном рэперы, да? Они продают билеты, продают, продают, когда они понимают, что они больше не продадут, они просто объявляют солд-аут. Типа, играют там, ну не на полу пустом. Ну не надо обобщать, но кто-то, короче, поддерживает эту тему. Я не хочу солд-аут за родное задеть. Не, я просто говорю, то, что это какое-то, как называется? Превращается в какой-то спорт. Да, спорт, который не имеет вообще смысла никакого. Потому что это же музыка, а не спорт. Если твоя главная гордость, что твое мероприятие собрало столько-то человек, и это для тебя главный повод для города, что у тебя больше, чем у кого-то еще, брось заниматься музыкой и иди становись промоутером. Группа, вообще боль, это не нашествие вам какое-то. Нам не очень нравится, когда группы, одни и те же группы играют каждый год. Мы хотя бы делаем паузы, мы пытаемся не звать группы, у которых в этом году не вышли релизы. Мы пытаемся чередовать этих героев. А пассажа играют уже четвертый год. Пассажа думает, что они единственная группа, которая играет четвертый год подряд. На самом деле, четвертый год подряд также играет айспик. Но эти две группы – это все же исключение. Но исключение по причине их реального, с одной стороны, роста постоянного, а с другой стороны, они становятся своего рода, ну, не хочется употреблять слово «талисманами», а скорее какими-то ролевыми моделями для всех. И плюс они плоть от плоть наш фестиваль. И отказавшись от них, мы потеряем часть настроения, которая была, а мы же ведь пытаемся атмосферу-то сохранить. И я уж сам с ними говорю, вы все еще хотите? Они говорят, конечно, как бы, а как иначе? Но это как, знаете, к любимой бабушке всегда ездишь там летом, из года в год. Мне кажется, мы больше медиагруппа, и нам интереснее контактить с людьми в интернете. И какие-то просмотры, и стриминг мне лично гораздо интереснее, чем количество людей, которые приходят на концерт. Но все равно, вот я, например, очень люблю выступать перед большой аудиторией. Просто ощущение толпы, и то, что ты как-то с этой толпой коммуницируешь, и как-то ею управляешь, и она управляет тобой во время выступления. Это очень крутое ощущение, живое. Последний мой опыт общения с iSpeak, это было в мае этого года, 19-го, когда они приехали в Таллинн. Мы туда пришли с моей маленькой дочкой Лидией восьми лет в то время, потому что Лидия и ее подружки, второклассницы, они все очень любят группу iSpeak. Они все знают их песни, смотрели их видеоклипы и так далее. Я думаю, что мы там были, конечно, самой контрастной парой. То есть Лидия сто процентов на этом концерте была самой младшей, восемь лет, а я сто процентов был на этом концерте самым старшим. То есть время мне было 63 года. И концерт мне очень понравился сам по себе. То есть ребята очень уверенно и очень, я бы сказал, брутально выглядят на сцене. Но меня больше всего поразила не это, меня поразила реакция зала. То есть это Эстония, которая, в общем-то, за границей. Естественно, там было очень много русскоязычных молодых ребят и девушек. Зал был набит битком. Они принимали iSpeak с невероятным энтузиазмом. То есть, во-первых, все песни пелись хором. От начала до конца все хором. Ну, во-вторых, естественно, аплодисменты, крики, вопли и так далее. То есть картинка была просто вот как в 60-е годы во времена битломании. Я в свое время подумал, что давать концерты так же, как ты пишешь песни, это несколько скучно. Потому что если ты хочешь послушать песни как в записи, ну, блядь, воткни наушники и слушай. Твое дело. Я поэтому привлек сессионщиков, которые играют в лайве, с которыми мы прорабатывали аранжировки. И в итоге песни звучат иначе, дополненнее. Это является отдельным арт-объектом уже от самого творчества. И мне кажется, что это грамотный подход. Ну, мне нравится так работать. Это происходит следующим образом. У нас есть два замечательных музыканта. Это Сережа Сокол. Это все можно. У него такой псевдоним. Он тоже делает музыку, кстати. И в то же время у нас есть такой Паша Гарбузов. Это барабанщик. Он тоже замечательный мультиинструменталист. Он тоже вкладывает большую часть в это, во все. Моя составляющая, она самая-самая маленькая. Это правда. То есть я переигрываю то, что играют ребята. Или добавляю что-то свое, чисто атмосферное. Немного. Это выглядит следующим образом. У нас есть бит, и мы втроем над ним работаем. Накладываем музыку, понимаем, какие вещи можно использовать. Какие вещи можно превратить в такой хороший гитарный концертный звук. Как-то так. Просто когда я это делал в 2017 году, у этого делал только те, кто изначально с рок-музыкой были связаны. То есть там на ZMC. Анаконда, скрип. Скрип, потому что музыкант. Но из фрешманов никто не выступал тогда с живым инструментом. Зато сейчас рокеры пиздец. Поэтому, когда люди жалуются насчет того, что звучит не так, как в записи, я думаю, ну и похуй, можешь не приходить на мой концерт, потому что я спокойно проживу без тебя. И при этом создам то, что будет нравиться именно мне. У нас была забавная история, потому что мы как-то раз были на неком допросе. Давайте так я отвечу. И у нас спросили, какого рода музыку мы играем. И я сидел с Пашей Гарбузовым, нашим барабанщиком. И я такой рэп. И он в этот момент такой рок. Это было неловко, потому что мы сами до конца не понимаем. Все-таки живая музыка, она добавляет очень многое. На мой взгляд, вообще это небо и земля, действительно. Рома достаточно открыт к любым идеям. То есть, собственно, в этом большой плюс. В том, что за счет вот этой всей движухи Рома дал очень многим людям способ самореализоваться, самореализовать свои идеи, донести какие-то мысли, тоже свои образы и так далее. Я насчет этого думаю основательно. То есть, мне даже не будет жалко денег. Я хочу круглую сцену. А для круглой сцены нужно в 4 раза больше аппаратуры. Это круто. Это очень клево. Я на самом деле всегда мечтал об этом. Я вот могу это прямо в лицо сказать. Электрогитарей играю где-то лет с 13, наверное. И пока привыкал к инструменту и вообще понимал, насколько мне все это нравится, помню то, что лет в 15-16 я репетирую... Ну, играю дома, я представлял перед собой зал. Реально, постоянно. Я представлял, что зал – это кровать почему-то. Ну и вот если сделать такой флеш-форвард и увидеть 3000 человек в главклабе, ты все это видишь и... Ощущения интересные. Немножко прижимаешь, конечно, вот этот порыв. То есть, гасишь его, потому что можно взорваться, мне кажется. И поэтому ты просто такой, окей. Сейчас я испытываю счастье. В России нету все равно вот этой вот европейской четкости, такой рационализма такого европейского, да? В России нет. Поэтому здесь другое отношение. То есть, здесь люди прям с душой к этому подходят. В Америке еще жестче всего, чем в Европе. То есть, там совсем сурово в этом смысле. В принципе, это меня просто прокачалось достаточно мощно. Ну, потому что ответственность большая, большая аудитория, которая в основном не в курсе, кто ты. Ну, на 80 процентов. И тебе нужно как бы ее захватить. Вот. И думаю, это получилось. Но я расскажу историю. Примавера. Внимание. Я артист, который играет на Примавере. Я забыла получить браслет, аккредитацию, короче, на фестиваль. Прихожу на вход, и сидит девочка. И говорит, о, хай, типа, кедр, я вчера была на твоем выступлении. Типа, так клево. И говорю, да, клево. Слушай, я не взяла браслет. Типа, можешь меня опустить? О, нет. Типа, I'm so sorry. Я ничего не могу сделать. И в итоге я просто 100 евро плачу, чтобы попасть на Примаверу. То есть в России такое вообще невозможно представить. То есть ты подходишь, и говорят, конечно, все, короче, забей, проходи. Еще друзей. Адский стресс импровизировать перед публикой. И совершенно другое, когда ты импровизируешь просто среди своих друзей. И это просто стоит таких трудов, чтобы научиться как бы вот эту расслабленность и свободу мыслей перенести на сцену. Самое смешное, что в первый раз мы это сыграли год-два назад. Просто у нас был концерт, в котором мы, на самом деле, не хотели играть. Нам надо было. Мы пообещали, что мы сыграем с ребятами, которые, типа, нам были симпатичны и так далее. И мы решили, что раз мы, на самом деле, как-то так вот вообще не хотим, давайте мы сыграем ипров целиком. И это был первый раз, когда мы играли на концерте большую часть импровизации. И тогда мы сыграли этот концерт, и мы ничего вообще не ожидали. Мы думали, что вообще никто не поймет, и все скажут, что за говно. И люди подходили, подошло несколько людей. И подошел человек и сказал, что это был лучший концерт в моей жизни. И это был еще причем человек, который был не в первый раз на нашем концерте. Он сказал, что это было очень круто. Мне кажется, на нас очень Кэн в этом плане повлияет. Кэн, да. Ну, кстати, да, Кэн вообще-то лучшая группа на свете. Мы стараемся больше играть каких-то мелодий. Мы больше стараемся сделать импровизацию, которая превращается в поп-музыку. Мы очень часто играем какие-то сладкие темы во время импровизации, просто чтобы поржать. Да, на самом деле, просто... Если тебе не весело, то и смысла нет. Очень несерьезные ребята в этом плане. Все, большая шутка. Нравится вообще как бы в Гэша, мне нравится даже не только музыка. Не скажу не столько, но вот не только. Но вот как бы какой-то общий репрезент. Потому что это группа, которая очень думает про то, как она себя представляет. Визуально, эстетически, архитектурно, если угодно. В этой группе вообще много архитектуры, мне кажется. Это настолько же там, не знаю, рок, насколько там советский модернизм или конструктивизм в каком-то роде. Именно структурно, как бы, и просто по какой-то ритмической основе своей. И в этом смысле живьем это как бы очень видно. Катя, мне кажется, просто блистательная фронтвумен. Бабки. Нет, на самом деле концерты для нас это, естественно, такая трепетная, любимая встреча с аудиторией, которая хочет услышать вот те песни, которые она в наушниках там по миллиону раз прослушивала, под которой пила шампусик на выпускном, выходила замуж, теряла невинность, размножалась, пеленала детей. Мы стали выступать с живыми музыкантами, потому что мы решили, что некоторые из наших песен, абсолютно не все, там где-то процентов 60 программ, наверное, с живыми музыкантами, 40 без. То есть мы решили не делать так, как делает там большинство рэперов. Они берут и просто переигрывают всю свою программу, и там получается тыщи-пыщи-тыщи-пыщи. Я вообще люблю очень классные перформансы. Я, например, фанат таких перформеров, как Бионс, как, ну вот люди вот именно такого ранга и уровня. А что касается того, что происходит на сцене у молодых артистов нашего поколения, там, это скудно очень. Насчет вот этого нашего ментатура по России. Последним где-то трем нашим концертом вдруг все стало резко легче. У нас был смешной момент, когда в Краснодар решили съехаться все журналисты возможные, потому что все ждали облавы. Да, это же Краснодар, это же такая горячая точка просто, казаки и все такое. Вот, и туда съехались просто куча журналистов со всего мира, не только из России. Там просто ползала было в камерах, и все стояли такие, ну что, где менты? Ну и в итоге мы просто отыграли концерт, все разошлись. Да, все было спокойно. И с тех пор у нас не было никаких проблем. Ну, это все, конечно, произошло в основном благодаря огласке, потому что если бы... Мне кажется, исключительно благодаря огласке и как раз тому, что все пугались, такой шумихи активной вокруг. И просто же был случай конкретно, когда нам в городе дали провести мероприятие, потому что не хотели, чтобы вокруг этого всего что-то раздувалось. После этого это были первые вот эти вот статьи про Екатеринбург, город Свободы. Вот это вот все. Единственный город, где они запрещают айспик. Во-первых, надо прямо сказать, что власти современные российские, они отличаются просто патологической тупостью. И в первую очередь это относится именно к силовикам. То есть вся эта акция против группы айспик, она, естественно, невероятно поспособствовала популярности айспик. Почему они на них так вызверелись? Ну, в общем, это тоже понятно, потому что видеоклип «Смерти больше нет». Он абсолютно четко и конкретно показывает какие-то болевые точки современной России. Это Лубянка, Красная площадь. Это вот эти как раз силовики-космонавты в своих шлемах и так далее. И они увидели там себя. Они увидели там себя в виде вот этих самых персонажей неприятных, а также свои места работы. Кремль, Лубянка и так далее. И это, конечно, вызвало у них реакцию такую оголтелую достаточно. Ну, нас-то, короче, не коснулось. Трудно говорить об этом, когда тебя-то не коснулось на самом деле. Тут не надо лукавить, кривить душой как бы. Но это жестко. Очевидно, что там последние какие-то годы музыка и там шире индустрии искусств и развлечений это такая немножко территория свободы в России. Ну, там не может же этот остров оставаться незаселенным настолько долго. Ну, мне кажется, Слуши из Хаски показал, что типа Хаски, находящийся на свободе, поющий свои песни, гораздо менее опасная личность, чем Хаски, сидящий в тюрьме, за которого все вокруг готовы рвать на себе футболку. Я чувствую некий долг, я должен был с ними говорить. Когда вот была тема с I Speak и с Хаски, типа ты заходишь в iTunes и возглавляют чарты два артиста. Хаски и I Speak. Глава седьмая, в которой музыканты углубляются в тему значимости лейблов. Мы просто на самом деле попали на период, когда лейблы еще не умерли, а только умирали. А сейчас остались как бы только мейджоры. И когда мы выпускали свои первые альбомы и пишки, лейблы еще имели какой-то вес, инди-лейблы вот эти небольшие. Поэтому в самом начале они нам помогли, они дали нам какой-то небольшой толчок, и мы познакомились с крутыми ребятами, съездили в тур по Европе в наш первый, это было интересно. Но потом мы просто поняли, что мы сами сильнее лейбла, потому что мы делаем все, как мы хотим. У нас уже начинает формироваться какое-то видение свое, и это, в принципе, важнее делать то, как тебе кажется это должно выглядеть и звучать. Это, в принципе, самое важное. Мне кажется, вообще без лейбла супер, потому что это очень интересно, пройти все эти этапы от самого, не знаю, там банальной рассылки спамовой ВКонтакте, просто людям незнакомым, типа, послушайте, пожалуйста, мои новые треки, до уже организации там мероприятий с большим недостаточным количеством людей. Это очень интересно, и ты понимаешь, как это устроено, и ты понимаешь, что это контролируешь, и можешь это действительно менять, влиять. Все те скиллы, которые ты мог бы развить у себя, лейбл делает у тебя, и в итоге, если прекращается контракт с этим лейблом, ты ничего не умеешь, кроме того, чтобы писать музыку, и ты просто остаешься ни с чем. Ты просто пишешь музыку в стол, и люди ее не слышат. Нет, нам пишет саблейбл одного из мейджоров, и еще один саблейбл одного из мейджоров. Там все абстрактно, мы не доходили до определенных условий, там просто все закончилось, не начавшись. Пока что из разговора становится понятно, что не надо. Много денег было бы круто, если бы это были какие-то... Бесплатные деньги. Адекватные условия, да, и если бы ты не чувствовал, что тебя юзают просто. А так ты всегда что-то должен взамен, а мы не хотим никому ничего делать взамен. Мы хотим делать только то, что нам интересно и как нам интересно. На самом деле мы рассматриваем все предложения, просто пока что действительно не было ничего внушительного, интересного, потрясающего. Пока что никто нам не подарил ключи от... Чего там Фурту подарили, когда Nevermind выпустил? Что ему подарили? Ему ключи просто... Он такой, типа, а можно мне авансы? Ему просто чувак дал ключи, он такой, все, заебись, мне нормально. Ну, типа, и забил на аванс. От тачки, от тачки. Я не помню, от какой просто. Мне тут же очень захотелось каким-то образом им помочь, поддержать и так далее. Я затребовал у ребят из iSpeed какие-то демоматериалы, они их мне прислали. Я их отправил по нескольким хорошим адресам в Англию, Европу, Америку. И надо сказать, что по крайней мере один английский лейбл, это State 51 Conspiracy, на это дело тут же отреагировало. Ну, а iSpeed, к моему удивлению, надо сказать, ну и отчасти даже я за них как-то порадовался. Они сказали, что точно нам особая помощь не нужна, мы сами со всем справляемся, сами делаем пластинки, сами их распространяем. У нас и так все получается, в том числе и гастроли за границей. Чувствуем мы себя в этом смысле вполне уверенно. Ну, я им внутренне поаплодировал. Да, ребят, молодцы. Раз так неплохо организовали свой маленький свечной заводик. Очень классно, что перед молодыми группами сейчас столько возможностей, которых раньше не было. Но при этом, мне кажется, им важно знать и помнить, что не столь большое количество людей, которые приходят к тебе и что-то тебе предлагают, на самом деле хотят тебе чего-то хорошего. Когда там группа, например, начинает там собирать 200-300 плюс человек, то сейчас такие моменты сразу отслеживаются продюсерами разными, диджитал-агентствами. Возможно, даже не было злого умысла в этом. Вот это самая большая проблема. Потому что всем кажется, ну в смысле, ты молодой развивающийся музыкант, без бабок. Смотри, мало того, что на тебя посмотрят много людей, так ты еще и бабок заработаешь. У Стива Альбини была статья для журнала Максимум Рок-н-ролл, где он рассказывал, почему вы не хотите подписываться на мейджор-лейбл, и там вот с кучей цифр про то, как тебя извозят в говне. И почему это на самом деле очень невыгодно, и это путь в никуда. Почему эта статья была актуальна, что после успеха Нирваны мейджор-лейбл начали скупать молодые инди-группы пачками. Фу, брось деньги. На этот счет. Как-то раз мы поехали в гости к Петру на самом начале 2016 года, по-моему, вместе там с парой друзей и нашим тогда soon to be менеджером Степой Казарьяном. По-моему, мы как раз только договорились с ним о том, что он станет нашим менеджером. А мы со Степой зашли за продуктами. Мы что-то решали, что мы там сделаем поесть, что мы возьмем выпить, и в какой-то момент я просто осознал, что у меня сейчас с собой нет денег, типа вообще ни рубля. И я типа сказал об этом Степе, и Степа говорит, да ладно, не важно, ничего страшного, я заплачу. И мне что-то стало так неловко, и как-то очень неприятно на душе, мы еще пьяные были. И мы выходим на улицу, и мне Степа говорит, слушай, чувак, вот я понимаю, что тебе сейчас некомфортно, но я тебя сейчас очень прошу, пожалуйста, послушай меня, не надо устраиваться на работу. Просто, ну что ты ржешь, на самом деле, типа... Bad message. Он сказал достаточно классную штуку в конце, он сказал, типа, пожалуйста, не устраивайся на работу, вот то, что ты сейчас делаешь, просто сосредоточище на этом, типа, потерпи, все будет окей. Я тебе гарантирую, что то, чего тебе сейчас не хватает, как тебе кажется, для комфортной жизни, у тебя будет, и в самое ближайшее время. Главное, когда это у тебя будет, не начни хотеть в 10 раз больше, а то можешь все испортить. И это на самом деле слова, которые мне кажется многим молодым музыкантам, надо сказать, в какой-то момент. Эта фраза, она нужна была тогда, и там, и ему, в том числе, для уверенности. И... Просто, ну, это... Это не... Это не работа менеджера, это, как сказать, моя обязанность, как друга, старшего товарища, придать уверенности человеку, тем более, артистическому, в том, что все, что он делает, как бы это болезненно не было, это не зря. Мне кажется, он абсолютно прав. Ты получил, типа, то, что хотел, и теперь хочешь еще больше. Может быть, я получил то, что я хотел, и довольно жить. В этом я, в чем плохого, хотеть еще больше. Рынок сейчас работает крайне быстро, крайне быстро появляются звезды, уходят звезды, и я заметил то, что мейджор-лейблы очень это любят, они просто вот так артисту приносят, дыхающие бабы, говорят, вот тебе бабки, а ты нам все права. Выжимают из него вот так вот, блядь, за год все, и выкидывают как ненужную тряпку, а человек потом в депрессии сидит. Вот у меня есть деньги, а я, блядь, кто? Да они кто. Букин машин это самая забавная хуйня. Люди под релизами артистов с Букин машин, которые туда пришли заранее, ну, задолго за меня, за год, пишут. Пришел на Букин машин и скатился. Я вот запустил трансляцию, обсуждал с людьми, а, ребят, а вы вообще, ну, типа, ну, в курсах, как работает Букин машин? Ну, да, вам, наверное, платят зарплату. Нет зарплат на Букин машин, блядь, нет денег Букин машин. Деньги Букин машин это тот процент, который артист заработал на концертах и отдал им. Они не монетизируют творчество. Они берут процент с, ну, мерча, потому что они его реализуют через свой сайт и занимаются производством из концерта. На творчество они имеют никакого влияния, поэтому, когда артист скатывается, это, блядь, его личная вина. Про мои взаимоотношения с лейблом. Ох, они как американские горки, реально. Дело в том, это очень прекрасные люди. Они настолько обо мне пекутся, что, я думаю, ни один лейбл так со своими артистами. я постоянно какие-то все сроки пропускаю, постоянно я то не отвечаю на письма и как-то вот в таком стиле функционирую. Но есть один момент, где мы не совпадаем периодически, это в подаче материала. поскольку они все-таки лейбл, и они американцы, у них абсолютно коммерческий подход к процессу, а у меня как бы творческий. И мы по-разному вот видим, и у нас был конфликт как раз на этой почве касательно нового альбома. Мы выпустили один сингл, второй, третий, то есть три для меня уже много. Они говорят, надо четыре сингла. Я говорю, в смысле? Я говорю, нет, вы просто берете и как бы выдергиваете из целостного материала просто какие-то фрагменты. Короче, я говорю, ребят, нет, максимум три сингла. И они говорят, нет, надо четыре, ведь Spotify, там iTunes, монетизация, Яна, ты не понимаешь рынок. И вот мы долго-долго боролись, в итоге они уступили мне и четвертый сингл стали выкладывать. Очевидно, что у Яны есть довольно яркая, то, что называется, поп-сентабилити, поп-чувствительность, да, я думаю, то есть, если бы она захотела написать поп-хит, вполне возможно, что у нее это получится. Не так много хорошего вообще-то российской электронной музыки, ну, особенно вот в этой нише, ну, назовем это техно, ладно, назовем это техно, не так много хорошего, хорошей музыки вообще в этой области, живой, новой, как бы интересно, работающей с ее, в общем, довольно жесткой традицией. В этой музыке вообще трудно придумывать что-то новое. у Яны, мне кажется, это получается и в этом смысле и круто все. Люди некоторые думают, MLBC это мальбэк, на самом деле нет, это просто мы взяли, ну, да, это образовано от слова мальбэк, потому что с этого все началось, но, в принципе, это пока что никак не расшифровывается. У нас есть желание помогать и продвигать, и заниматься дистрибьюцией, и концертами, и всем молодых артистов, которые нам Потому что не очень молодых. Да, но пока что это Эрика Лунмойн, Лиза Громова, Мальбэк, Сюзанна, Шумна. Мастерская в статусе своего старта, лейбл мы называем музыкальным издательством, пытаясь все заменить западные слова нашими, ведь они все-таки есть. Музыкальные издательства сейчас на том пути, когда мы повысили критерии строгости и более выборочно стали относиться к тем, кого будем выпускать у нас. Потому что количество не спадает, а качество нужно повышать. Мы находим единомышленников здесь, в Москве начинаем сотрудничать с подобными организациями здесь, и это только усиливает наши позиции. Глава восьмая, в которой поднимается вопрос о необходимости ориентироваться на Запад. Зачем русским артистам стрелять на Запад? Да похуй на этот Запад! У Казахстана свои звезды, спокойно они с ними живут. Даже в Якутии свои звезды, свой кинематограф, все подряд. Кому что доказывает лезть? Или быть русским клоуном, с которого поугарает, вау, какая классная р-р, никто так не говорит р-р. Нет, это разные языки, разные рынки, разные продукты. Почему музыка должна быть одна? Захочет кто-нибудь услышать, приедет в интернет, есть люди, доберутся до этого, если им это нужно. Свобода сейчас начинает давать свои плоды. Интернет развязал нам руки, И мы не думаем о том, как правильно или неправильно, и получается что-то свое. Что-то, что не получится у них там. И, собственно, на этом сейчас все начинают делать акцент. Выяснили свои выигрышные стороны и понимаем, что нет смысла повторюшничать. У нас у всех есть эта травма, то, что мы русские, что мы из России, говорим на русском языке. Но это факт, как бы. И то, что мы, в принципе, какие-то дикари для большинства людей в мире. Но мы как раз все время повторяем это то, что мы съездили, когда Штаты вдруг нас отпустило. В этом плане мы поняли, что вообще-то мы интересны этим. В принципе, наша идентичность, она интересна, наша самобытность. Сразу приехали домой, купили футболки «Я русский». Да, так и было. Медведи. В 2013-2014 год, на самом деле, когда вот произошла в России, я не постесняюсь сказать, музыкальная революция, когда, собственно, все начало обретать тот вид, какой имеет сейчас. До того же, что существовало, там, пятерка англоязычных инди-групп. Ну, может, не пятерка, там, десятка, там, были солянка, журнал «Афиша», «Онзе Гоу Помпея», «Моторама» и «Теслабой», и, там, «Муджуз», и, в принципе… И это все равно по факту. «Бюкинга Фиши». Как раз я переехал в Москву, когда тут началась вот эта вся вариться каша. Ты вернулся в Россию в момент, когда рубль обвалился в два раза, когда закончились все иностранные привозы резко, которых всегда было дофига, когда вместе с ними закончились деньги. Я убежден, что именно типа санкции и вот вся эта тема именно связанная с обвалом… Ну, спрос на музыку западную, он не мог просто так исчезнуть, потому что там все напелись, и всем надоело английском петь. Это было вынуждено, потому что я в этот момент работал с звукорежиссером в одном клубе, и там за месяц отменилось 10 или 12 концертов иностранных. часть из которых просто организатор сам отменил, потому что понимал, что он не выплатит гонорар, а часть, потому что некоторые группы просто побоялись ехать в Россию. И вот в тот момент, когда все это исчезло, и больше никто не мог пойти на концерт своей любимой группы, которая поет на английском языке, начали появляться русские группы сами по себе, их начали слушать. Но тут же во многом вещи же не только даже в языке, понимаешь? Все было очень вылизано, все было очень прилизно, у всех был отличный как бы мастеринг сделанный где-нибудь. Тогда так казалось. Мне кажется, это во многом вызывает, хочется сделать что-то другое. Было отторжение от поколения Look at Me, от вот этого вот всего очень сильное раздражение, очень сильное отторжение. Контекст был создан, слушатель был произведен на свет. И это впервые в истории новой России реально, когда я просто, извиняюсь, старая, уже мне 28 лет, я застала времена как бы вот афиши журнала и что там были группы. Dot Dash, Pompeya, Tesla Bo, они все пели на английском, было стыдно петь на русском. Ну то есть все просто делали качественный саунд, но ориентировались на запад. И никогда русская группа не собирала такие залы, как сегодня. А сегодня круто петь на русском. Глава девятая, где анализируется текущее состояние жанров рэпа, рока, электронной музыки и других. Нет, рок не возродится как самостоятельный жанр, ни в коем случае. Да потому что тупые рок-н-ролльщики, крынчины, долбоебы, вот и все. Вот так нельзя писать, здесь нельзя делать, а тут мы синты не всунем и будем, блять, играть одну и ту же музыку. Если эти дурачки не поймут, что нужно идти вперед и развиваться, то ничего не выйдет. Рэп всосал в себя все жанры, некуда деваться. То есть в свое время рок-н-ролльная музыка тоже впитал достаточно много жанров и приемов, которые использовались. И рэп впитал вообще все. Цемплирование сыграло огромную роль. Что касается рэпа, то все очень просто и у рэпа есть некий кризис роста. Потому что он победил на самом деле давно уже, как бы не в девятнадцатом году. А сейчас мы просто немножко расхлебываем последствия этой такой не очень заметной победы тогда. То есть рэп победил в том смысле, что у него технически всегда так был самый низкий порог входа, потому что, блин, скачать пиратский оболтон и записать в дом рэп-трек, тебе не нужно быть ни музыкантом, ни поэтом, ни вообще в целом каким-то артистом. Поэтому я не считаю это победой, это какая-то чума. Но за счет того, что количества на рэпа стало много, так, то на его фоне стало заметно небольшое количество гитарной музыки. Блин, ну это же все типа реально одинаково. Это я сейчас не говорю про больших там рэперов, да, всяких там, не знаю, которые тоже существуют по одному и тому же принципу. Есть там первый рэпер, он там умеет там чуть-чуть... Глав рэпер. Он там типа чуть-чуть читает, там чуть-чуть то, чуть-чуть это, а потом появляется следующий, который то же самое, типа только навыки там повышены в два раза. Это реально как в Tekken, как типа вот следующий босс. Он чуть-чуть побыстрее читает, там следующий еще научился петь, короче, с автотюном. Следующий же поет без автотюна. А потом все... А потом окажется, что все они вдохновлялись чивкифом. А потом все они собирают живую группу и превращаются в мазафаку. Как уже произошло? Да, и все они типа бьют рекорд предыдущего там по стримингам, по лайкам, еще по чему-нибудь. И собирают стадию. А вот эти вот, короче, второго эшелона рэперы, которые там типа все выросли или из криптонита, или из фараона, или там из фейса, грубо говоря. Там либо это мамбл рэп, либо это типа я ебал всех, либо это... Либо накуренная читками. Ну да. У всех у них одна и та же история. Все они непонятые. Все они, короче, в какой-то момент смогли, короче, прорвать пробку непонимания обществом. И все вышло наружу. Всех у них типа свой уникальный стиль, на самом деле типа их 55 тысяч. Все они считают, что они рок-звезды всех. И для них главный пример для подражания это Курт Кобейн. Как бы и... Намного сильнее меня парит то, что все эти новые музыканты, зачастую они появляются, и они существуют в контексте, которого не существует. Ну то есть они хотят вести себя как кто-то, при этом живут в России, в нашем контексте, а ведут себя как трэперы с Нью-Йорка. И очень это странно. Это удлинитель и включенный сам в себя. Вот. Идеально. Все они пропагандировали культуру, которая никакого отношения к России не имеет. Да, должен признать, я старею. Есть вещи, которые я не понимаю. Я тебе даже больше скажу. Я начал все равно... Я понимаю те жанры, которые раньше мне были не плески, если там все честно. Если там есть харизма, есть нерв, есть эмоции. Вот. А если их там нет, ты всегда это чувствуешь. Но есть исполнители, которые для меня звучат убедительно. Ну, допустим, Кендрик. Ну, Асап. Ну... Хаски. Все зависит от личности. А мы тоже, в общем-то, занимаемся хип-хоп-музыкой. В том числе. В том числе. Не знаю, просто это разделение. Сейчас это очень странно. Все перемешалось уже. Ну, я не сильно волнуюсь, когда нас относят к тому или иному жанру. Просто не нужно музыку описывать вот так вот прям четко. Ее нужно слушать. Я честно скажу, что для меня популярность рэпа была загадкой изначально. То есть еще в конце 70-х годов, когда только появились всякие такие первые самые рэперы, типа Grandmaster Flash and the Furious Five и так далее. Я вообще не понимал, как эта музыка может быть популярной, потому что там музыки нет. Вот. Ну, идет такая речевка под щелканье, под морзянку. Я, естественно, сильно ошибался. Равно как и многие другие, кто придерживался такой точки зрения. И вот этот самый рэп прекрасно пережил 80-е, 90-е, нулевые десятые годы. И, в общем-то, чувствует себя хорошо как за границей, так и в России. Ну все, рынок, рыночек появился в России. Рынок музыкальный. Но не для электронных музыкантов пока еще. И это тоже клево. Это то, что как бы хорошо, что этого нет, потому что это не монетизируется. И люди все-таки, они еще для кайфа это делают, а не для зарабатывания денег. Знаешь, бывает так, что кто-то говорит, вот теперь все слушают рэп, а на самом деле это не так. Вообще не все. Есть люди, которые его просто терпеть не могут. А рэп, что раньше не было рэпа, раньше Касту слушали. Потом Нойз МС появился. Потом кто там дальше был? Краткая история рэпа. Краткая история рэпа. После Нойз МС. Группа Наркотека. Там какой-то Каспийский груз, 2517. Потом это все стало естественно. Никто не стал это уважать уже, потому что появился еще кто-нибудь там, типа, вроде Хаски. Но между ними кто-то еще появлялся. Ну, это же рэп, какая разница? Для меня рэп весь одинаковый. Ну, это как для моей бабушки хэви-метал. Она не может отличить одну хэви-метал группу от другой. Я не могу, но я рэперов отличаю по тому, насколько у них противные голоса. Чуть попротивнее, это Хаски. Чуть менее противные, это вот какой-нибудь там повыше, это какой-нибудь такой рэпер. А пониже, это какой-то другой. Слова непонятно, значит, этот, скриптонит. Слова понятно, значит, Оксимирон. Оксимирон, да. Ну, я думаю, что просто должно возникнуть больше музыкантов, которые перестанут воспринимать жанры как свод правил. Они должны забить на них вообще полностью. Сейчас просто, в принципе, наверное, образ музыканта, артиста, это как какая-то папочка на Пинтересте. Ты как бы из себя представляешь набор таких каких-то своих собственных интересов, убеждений, которые ты, допустим, музыкант является куратором. Если, а, не появляется ничего нового в плане технологий, то, б, ты автоматом начинаешь обращаться к прошлому, и ты автоматом становишься куратором. Просто мы еще привыкли думать про то, что это плохо, что не создается новых жанров. А мне кажется, что нужно просто забить уже на жанры, и в любом случае всегда какая-то персона, она всегда стоит выше, чем жанры. Я думаю, что сейчас будет больше фокус именно на человека, именно на персону. Не знаю, мне кажется, главное просто музыку писать и... И мудаком не быть. Дело же не в этом, дело же просто в том, что все превратилось в кучу типа... Все превратилось в одно большое YouTube-шоу типа, где Паша Техник типа спорит с каким-нибудь рэпером, это ведет еще какой-нибудь супер неадекватный персонаж там типа... И при этом есть факир, который глотает палки горящие. Да, есть типа реклама вставленная. И карлики. И все, короче, карлики играют Little Big, и все еще под наркотой. Да, это было всегда по телевизору, который никому не нравился и который никто не смотрел. Как бы вот в нашем примере, да, мы чуть в какой-то момент не согласились на том, чтобы на шоу Big Russian Boss вместе с Хаски и с Антоха МС исполнить кавер на три топора Азии на три топора в виде АК-47. Я уверен, что эпоха заканчивается и что сейчас на смену идет какая-то другая, которую мы еще не видим. Это правда. Хотелось бы быть одним из тех, кто разглядит ее раньше. Постмодерн, в принципе, превращает все в хаос, потому что, ну, не должно быть каких-то вот таких устоявшихся понятий, устоявшихся морали относительно чего-либо. Вот он просто раскладывает все это обратно на куски, деконструирует, да. Вот. Но дело в том, что когда занимаешься деконструкцией, как постмодернизм делает, делает отсылки там на поп-культуру, всю хуйню, короче, оно не производит ничего нового и не стремится к чему-то. Таким образом, постмодернизм является тупиковой точкой развития человечества как культурного существа такого. Метамодернизм предлагает жить избавиться от наивности и стремиться вот к новым идеалам, новой морали. И вот за новую мораль я на данный момент и топлю. Давайте не про метамодернизм, пожалуйста. Я не знаю, я перестал задаваться этим вопросом на первом курсе универа. Что такое постмодернизм, что такое метамодернизм? Вот мы говорили про рэперов. Мне на самом деле не нравится то, что вот ты говоришь, что мы там живем в капиталистическом обществе. Мы живем в обществе достижений. Это такой подраздел капитализма эпохи Инстаграма. И на самом деле, что мне не нравится во всех этих чуваках? Мне не нравится, что первое, что я у них узнаю, что они транслируют логику этого капиталистического общества достижений. И это все, о чем они умеют разговаривать, как их никогда никто не понимал, а потом они взяли и смогли. И вы тоже сможете, хотя на самом деле нихуя вы не сможете. Это исключение из правил, что они вот стоят перед вами и могут об этом разговаривать. И ничего кроме этого они не транслируют. Вот эта вот проблема, что существуют артисты, которые начинают транслировать логику капитализма и логику общества достижений. Это гораздо более реальная проблема, чем сидеть и рассуждать, а умер ли модерн или не умер. Эпилог. Какими будут музыкальные тренды ближайшего будущего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все тренды, они на самом деле приходят как раз из андера, это условный андеграунд сейчас есть. Есть люди, которые создают какой-то тренд. Это даже еще не тренд, они просто создатели. И те потом, которые берут тренд и его юзают. И также те люди, которые играют не по правилам рынка, и те артисты, которые играют по правилам рынка. У меня есть только такое определение. То есть для меня Асап Рокки он андер в том плане, что ему вообще поебать. Потому что он задает правила игры. Мне кажется, он не боится нифига. Он не боится потерять своего слушателя. Вот он идет и делает что-то крутое. А кто-то другой берет просто его наработки, интегрирует в свою музыку. И реально держит за свою аудиторию и идет у него на поводу. Он дает именно то, что требует рынок. И андер сейчас это те, кто вне игры рыночной. Это я. Моей целью изначально было всегда в плане музыки доказать то, что можно создать спрос, а не отвечать на него со своей музыкой. И судя по чартам, продажам, концертам и общему охвату у меня это получилось. И при этом я не жалуюсь на то, что кто-то там приходит тима белорусских условных кто-то. Что касается трендов, ну скрип тоже не делал коммерческую музыку, кроме там праздник на улице 36. Он делал то, что хотел и создал спрос. Мирон создал спрос. Хотя не было этого в свое время. Я, конечно, не в таких масштабах, но я тоже создал спрос. И я думаю, это является ответом тренда. Отверо на том, что будет трендом. Любое что-то новое, что кто-либо придумает. Не я, не старички, не фрешманы, а кто-то еще моложе. Придумает и придет с этим, будет стрелять. Потому что лейблы потеряли свою монополию. Какие будут тренды? Мне кажется, самый главный тренд всегда это, когда кто-то очень сильный, мощный появляется и задает все вот это. Вот как в свое время в поп-музыке Иван Дорн появился. Все дело всегда в личности и в том, насколько сильная волна идет в этой личности. То есть будут появляться личности, будут появляться тренды. Я думаю, что вы тоже заметили, что, допустим, много сейчас русских парней поют как казахи. Почему-то непонятно почему. Понятно почему, но как бы тоже. После нашего появления появилось много дуэтов очень молодых, перспективных, начинающих. Есть какое-то явление, оно порождает цепочку реакций и подражания. И артистов целая тьма, на самом деле, очень крутых, которые задают тренды. В частности, это Великобритания со своим афробитом. Вот вы, наверное, слышали, да? Джей Хас, например, вот таких вот типов. Слоу дай, да, ну вот их, они там реально просто на своей планете существуют. И американцы очень грамотно, быстренько у них высасывают все. Что тот же самый Drake, Drizzy, слышит какого-нибудь британца клевого и сразу к себе его на фит цепляет. Джей Хас только вышел из тюрьмы и на следующий день оказался на концерте в гостях у Drizzy. Глобальная революция произошла, как минимум для меня. Когда мне впервые загрузили Fruity Loops на 24 Fluppy Disco. Ну, мы сейчас только на Айбл-то не сидим. К более революционному можно отнести программу Ableton. Да, он делает чудеса. Максимально подстроился под современный мир и под требования и необходимости музыкантов, продюсеров нынешних. Ну, короче, да, он меняет индустрию. Я думаю, что мобильные версии музыкальных консолей тоже поменяют. Я думаю, что это даст возможность сейчас, уже дает возможность сочинять всем, кому не лень. Соответственно, музыка будет меняться в более хаотичную сторону. Это принесет новые жанры, новые решения и вот этот некий хаос. Совершенно точно на нас всех и на музыку в целом, и на искусство, и на культуру сильно будет влиять искусственный интеллект. Это совершенно точно и понятно. Сейчас мы ничего не можем поделать. Но я думаю, что наше будущее все равно за каким-то сращиванием и взаимодействием с искусственным интеллектом. Поэтому нам там всем есть место, как бы, и думаю, все прикольно будет достаточно. Я оптимистично на это смотрю достаточно. Мне даже сейчас уже показывают мои друзья приложение, где искусственный интеллект генерирует музыку каждый раз разную. Просто заходишь в приложение, включаешь «Сегодня хочу хаос», он начинает тебе прямо сейчас создавать что-то, что потом не сгенерирует. Он запрограммирован на то, что каждый раз он генерирует что-то новое. Собственно, это, получается, твоя интеллектуальная собственность, которую ты можешь присвоить себе, никому не говоря о том, что это искусственный интеллект. Просто сверху начитывая, напевая что-то, и, собственно, музыка готова. Он ускорит процесс создания и увеличит количество самородков. Поэтому я думаю, что искусственный интеллект в скором времени очень сильно повлияет на музыкальную индустрию в нашем мире. Вот сейчас Макс Рихтер делал концерт с искусственным интеллектом. Это пианист. И, в общем, он выступает там как оператор искусственного интеллекта. Ну, в любом случае без оператора какого-то все это не сможет работать. Главная, как мне кажется, настоящая проблема, связанная с искусственным интеллектом, заключается в том, что... Какая-то часть людей получит доступ раньше. То есть кто-то сможет этим пользоваться, кто-то нет. И тот, кто сможет пользоваться этим первым, получит настолько большое... Преимущество. Настолько большое преимущество, потому что это же все развивается по экспоненте. И как только у тебя появляется доступ к сингулярности какой-то, ты просто начинаешь делать вещи, которые никто другой не может делать. Разрыв фон, скорее всего, станет, может стать гигантским между людьми. И тогда непонятно, как бы, кто будут эти люди, которые окажутся, как бы, снизу, как они будут использованы и вообще, что, как бы, с ними будет происходить. Мне кажется, что в хорошем смысле будет больше злости. Или мне бы хотелось, чтобы было больше злости, потому что это то, чего не хватает современной музыки. Она, как бы, очень такая бывает, ну, не вегетарианская. Ну, короче, вот, скажем так, успех фестиваля Боль во многом связан с тому, что молодежи нужна, вот, как бы, музыка. Я ее называю злой. Сейчас по форме она чаще какая-нибудь там грязная, громкая тропыра. А нужна злость и нужен секс. Я думаю, что музыка в будущем может меняться лишь под влиянием двух обстоятельств. Одно обстоятельство — это технология. Технология, которая, в общем-то, сильно изменила музыку где-то на рубеже 80-90-х годов. Это с одной стороны, а с другой стороны — это взаимодействие музыки в каких-то ее пограничных областях с другими какими-то вещами. И эти вещи — это может быть что угодно. Это могут быть какие-то новые IT-технологии, это может быть, скажем, видео-арт, это могут быть какие-то политические и прочие такие активистские движения. То есть в самой музыке, внутри музыки я не вижу потенциала для какого-то дальнейшего развития. Хочется верить в то, что как-то все станет свободнее просто, и люди будут открыты ко всему новому. Спокойно. Ну это, как говорит про мир во всем мире. Ну да. Мне кажется, есть такие тенденции. С другой стороны, есть тенденция жесткого отката к консерватизму. И, как бы, может, наоборот, через 20 лет мы будем вообще здесь запрещены, и нельзя будет послушать наш трек. Я вот что скажу. Это я прочитал в книге Дэвида Бирна, на самом деле, How Music Works. У него там есть глава, где он как бы довольно долго ругается, но очень впечатляет, что типа какого хера все эти, значит, корпорации и правительство вкладывают деньги в сраный балет, как бы оперу и классическую музыку, а не в, собственно, как бы молодую поп-музыку. Мы живем в России, от государства этого ждать не приходится, и не надо. Если у нас государство начнет инвестировать в гранты музыкантам и клубы, понятно, что это будут за музыкантки и друзья Вадима Самойлова, которые, значит, играют патриотическую рок-музыку, да. Не надо этого. Но, наверное, что-то может измениться, как бы довольно серьезно, если возникнут меценаты, да. Как вот там Роман Абрамович и Леонид Михельсон довольно сильно изменили, как бы, российское современное искусство, потому что в нем стало там много денег, появился гараж, сейчас появится ГЭС, как бы это большая вещь, да. И видно, что это, как бы, сказывается, в принципе, на российском искусстве, как мне кажется, да. Там, не знаю, больше интересных выставок, больше интересных художников, больше какого-то поля. Вот если какой-нибудь условный, там, не знаю, миллиардер, там, нового поколения, ну, там, условный, там, Павел Дуров, ну, понимаешь, Павел Дуров уж не будет этого делать, да. Ну, кто-то такой, как бы, решит, что вот, а я вот хочу, как бы, вкладываться, инвестировать в развитие, там, музыкальной культуры, да. Отчасти история про ИМИ, где, как бы, я, там, с которым я сотрудничаю, она, как бы, начало этого, это очень, в этом смысле, классная весточка. Вот если такого будет становиться больше, будет появляться институция, я думаю, что это может довольно серьезно еще, как бы, прокачать российскую музыку дополнительно и внутри, и, может быть, как бы, глобально. Просто для этого нужны, ну, как бы, какие-то деньги, средства, меценат. Вот, наверное, вот это может всерьез изменить. Собственно, просто хочу 2020 год. Собственно, просто хочу 2020 год. Этим фильмом мы попытались подвести итоги десятилетия русскоязычной музыки и немного заглянуть в будущее. Понятно, что за раз не охватишь всех важных музыкантов, но если вам понравится этот формат, то мы будем делать еще. И обязательно постараемся сделать так, чтобы вы увидели всех своих любимых героев. Большое спасибо, что посмотрели. Мы снимали этот фильм почти полгода. Параллельно с нашим шоу «Узнать здесь секунд», который вы наверняка знаете. Монтировали его три недели без выходных. И надеемся, что вам очень понравилось то, что вы увидели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok